Мактуб и его друзья Подайте из того, чем вас наделил Аллах. Ничего ему не давай. Возьмите. Я же сказал, не давай ему ничего. Я тебя услышал, но ты не объяснил мне причину. Зияд, это вор. Он работал в магазине моего дяди Мухтара. Он обкрадывал его ежедневно, пока мой дядя не выгнал его с работы. Сейчас ты понял причину? Я не знал. Но в чем проблема, если я дам ему милостыню? Проблема в том, что он вор. Он не заслуживает милостыню. Я не знал, что он вор. Кроме того, я даю милостыню и стремление к лику Аллаха. И, возможно, моя милостыня удержит его от воровства. И он не будет воровать хотя бы один день. Странное у тебя мышление. Нелогичное. Не думаю, что Аллах воздаст тебе за это благом. Потому что ты знаешь, что дал милостыню вору. И тебе все равно. Я узнал об этом уже после того, как дал ему милостыню. А не раньше. И, надеюсь, Аллах вознаградит меня за это дело. Помогите. Дайте немного денег. Прошу тебя, не тупи. Не давай ему денег. Он не нуждается. Вот, возьми. Ты в своем уме? А что? Я сказал тебе, что он не нуждается. Зачем же ты дал ему денег? На этот раз прости меня. Я действительно не расслышал, что ты сказал. Почему ты каждый раз тихо шепчешь что-то на ухо? Почему нельзя громче? Друг мой, возможно, моя милостыня станет ему назиданием. И он сам захочет расходовать из того, чем наделил его Аллах. Я не могу больше молчать. Что скажешь, если мы посоветуемся с кем-нибудь мудрым по твоему вопросу? И пусть он скажет нам, правильно ты поступаешь или нет. Я согласен. Выбери нам такого судью. В столь сложной ситуации, требующей мудрых слов, мы нуждаемся в ком-то очень культурном и начитанном. Давай же, пойдем к нему. Что? Неужели настолько все смешно? Да, ты прав. Как может разумный человек давать милостыню ворам и богачам? Конечно. Над этим нельзя смеяться. Я не знал, что они не заслуживают милостыни. Первый раз ты сказал мне, чтобы я не давал ему денег. Но я поступил по-своему. А во второй раз я просто не расслышал, что ты сказал. Так за что ты меня порицаешь? Хвала Аллаху, в обоих случаях я дал им денег ради Аллаха. И надеюсь, эти деньги помешают первому воровать, а второго побудят к расходованию на пути Аллаха того имущества, которое даровал ему Аллах. Успокойся, я не смеюсь над тем, что произошло. Почему же ты тогда смеешься? Каждый раз, когда вы приходите и рассказываете о том, что с вами произошло, на своих страницах я нахожу историю, похожую на вашу. Что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что какой-то человек помимо меня дал милостыню вору и тому, кто не нуждался? Да. Хорошо. Чего же ты ждешь? Расскажи нам эту историю. Ладно, расскажу. От Абу Хурейри, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Один человек сказал, что непременно подаст милостыню, после чего вышел из дома со своей милостыней и по незнанию вложил ее в руку вору. Наутро люди стали говорить, этой ночью милостыню подали вору. Тогда он сказал, «О, Аллах, хвала тебе, я обязательно должен подать милостыню». После этого он вышел из дома со своей милостыней и вложил ее в руку богатому человеку. Наутро люди стали говорить, «Этой ночью милостыню подали богатому». А он сказал, «О, Аллах, хвала тебе, я подал вору и богачу». После этого ему было сказано, что касается твоего подаяния вору, то, может быть, благодаря этому он станет воздерживаться от воровства. Что касается богатого, то, может быть, он извлечет из этого урок и станет расходовать то, что даровал ему Аллах. Итак, можно сказать, что Зияд поступил правильно? Да, и он получит за это награду с соизволения Аллаха. Зияд, можно тебя кое о чем попросить? Да, пожалуйста. Если увидишь, как я снова прошу тебя не давать кому-то милостыню, возьми из моих денег, добавь их к своим и подай нуждающимся, пусть это будет моим наказанием. Мактуб и его друзья Держи, друг. Большое спасибо, Зияд. Ты привел с собой Юсуфа или Мукмина, чтобы они засвидетельствовали факт передачи денег в долг? Нет, я совсем об этом не подумал. Достаточно Аллаха в качестве свидетеля того, что я взял у тебя в долг. Но какие у меня будут гарантии, что я получу свои деньги назад? Вот. Извини, Умар, но я так давал в долг Усаме, моему школьному другу, а он не вернул мне деньги и сказал буквально следующее, «Докажи, что я брал у тебя в долг. Я не хочу, чтобы сейчас у меня были такие же проблемы». Аллах дает удел и помогает. Он даст тебе гарантии, что с изволения Аллаха ты получишь деньги назад. Или же мы можем привести в качестве свидетеля одного из моих друзей или записать этот долг. Так обязательно нужно делать, когда мы берем в долг. Прекрасная идея. Учитывая то, что сейчас никого рядом с нами нет и сложно будет позвать сейчас твоих друзей, давай просто запишем долговую расписку. Хорошо, друг. Принеси бумагу и ручку. Чьи это деньги, Умар? Это деньги, которые я брал в долг у Зияда. Настало время отдать их ему. А почему ты не попросил в долг у меня, Умар? А у тебя была такая сумма? Конечно же нет. Зачем же ты тогда хочешь, чтобы я просил у тебя в долг? Я бы сказал тебе, что у меня нет такой суммы. Потом бы я посоветовала тебе взять у Зияда, и ты подолжил деньги у него. Таким образом, я бы участвовал в награде вместе с Зиядом. Юсуф, ты претендуешь на звание мудреца? Нет, на звание мудрейшего из мудрецов. Хорошо. Приди уже в себя. Я пошел к Зияду. Увидимся. Ты принес мои деньги, друг? Да. Я положил их в цветной конверт, как и ты. Хорошо. Давай их сюда. Минутку. Куда он делся? Он был здесь у меня в кармане. Так-то ты выполняешь свое обещание, Умар. Я принес с собой деньги, Зияд. Может быть, они упали где-то в комнате? Или же ты изначально их не принес? Почему ты так говоришь, Зияд? Ты так плохо обо мне думаешь? Классическая уловка, Умар. Ты приходишь сюда, внушаешь мне, что принес деньги, а потом заявляешь, что они упали у тебя из кармана. Не могу поверить, что ты это говоришь, Зияд. Но я передам тебе деньги в течение двух дней. Но ты уж извини, я не принесу их тебе лично. На этот раз я отправлю их с Юсуфом. Мне без разницы, Умар, с кем ты их отправишь. Главное, чтобы они до меня дошли. Ассаляму алейкум. У алейкум ассалям. Цветной конверт? Я был несправедлив к тебе, Умар. Что же теперь делать? Мактуб, как у тебя дела? Я не хотел так поступать. Умар все еще с тобой? Хорошо. Я иду к вам. Я сам перед ним извинюсь. Знаю, что был неправ. Я уже иду. Ты поторопился, Зияд. Сколько раз я предостерегал тебя от опрометчивости. Так ты можешь причинить проблему себе или своим близким. Если бы твоя кошка не принесла тебе конверт, тебе не было бы стыдно за то, что ты сделал. Я знаю, что поступил необдуманно, друг Умар. Я прошу у тебя прощения перед Мактубом. Извини меня. Пожалуйста. Не надо извинений, Зияд. Я тебя простил. Да воздаст тебя Аллах благом. Знаете, друзья, в вашей истории есть нечто, что напоминает мне о доске честного заемщика. Доске честного заемщика? Да. Эта история произошла очень давно, но это великая история, и мы можем извлечь из нее многочисленные уроки. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал ее своим сподвижникам, желая, чтобы они извлекли из нее пользу для себя. Хотите ее услышать? Конечно. Передается, что один человек из сынов Исраиля нуждался в деньгах. Назовем его заемщиком. Он просил окружающих людей одолжить ему денег и обещал, что вернет им их через какое-то время. Один из них, назовем его кредитором, сказал, «Я дам тебе денег в долг, но ты должен привезти человека, который будет нашим свидетелем». Заемщик сказал, «Разве Аллах не видит нас и не слышит? Аллах является свидетелем того, что я взял эти деньги и что я их верну». Кредитор сказал, «Но если ты не вернешь деньги, кто гарантирует мне возврат долга? Мне нужен человек, который станет поручителем или гарантом». Заемщик ответил, «Аллах наделяет уделом и оказывает помощь. Он будет поручителем с соизволения Аллаха». Кредитор сказал, «Ты прав» и дал ему деньги в долг на определенный срок. Заемщик взял деньги, сел на корабль и отправился в путешествие, чтобы сделать то, что он хотел. Когда пришел срок возвращения долга, он отправился к морю, намереваясь вернуться в свою страну, но не нашел корабль. Он сел и стал думать, что же делать. Он обязательно должен был выполнить свое обещание и вернуть Аманат. В то время, когда он сидел там, к берегу подплыла доска и остановилась рядом с ним. Тому человеку пришла в голову идея. Он выдолбил в доске небольшое углубление, вложил туда деньги и оставил записку для владельца этих денег. Затем он запечатал отверстие, встал у моря и сделал дуа Аллаху, чтобы он довел Аманат до его владельца. Он сказал, «О, Аллах, поистине ты знаешь, что я взял в долг у такого-то тысячу динаров». Он потребовал поручителя, и я сказал ему, «Достаточно Аллаха в качестве поручителя». И он был доволен тобой, как поручителем. Потом он попросил у меня свидетеля, и я сказал, «Достаточно Аллаха в качестве свидетеля». И он был доволен тобой, как свидетелем. «Я старался выполнить обещание и найти корабль, на котором мог бы отправить эти деньги, но не смог. Поэтому я вверяю эти деньги тебе. Теперь это твой Аманат». И он бросил доску в море и смотрел, как волны уносили ее вдаль. Затем он продолжил искать корабль, на котором мог бы вернуться в свою страну. Тем временем, в его стране человек, который дал ему денег, вышел в ожидании корабля, с которым могли бы вернуться его деньги. Он не увидел никакого корабля, зато увидел доску и подобрал ее, чтобы использовать в качестве дров. Дойдя до дома, он взял топор, порубил доску и увидел, что внутри что-то блестит. Он снова ударил ее топором, и из нее высыпалось много денег и записка. Он открыл записку и обнаружил в ней сообщение от своего знакомого. Он пересчитал деньги и понял, что к нему вернулась вся сумма. Тот наш знакомый все-таки нашел корабль через какое-то время, сел на него и вернулся на родину. Он сразу же пошел к владельцу денег, чтобы вернуть ему деньги. Он не знал, что произошло с доской. Владелец денег рассказал ему о доске, которую он нашел, и записке, которая в ней была, и сказал, «Аллах отдал за тебя то, что ты отправил в доске». Эта история указывает на то, как Аллах заботится о нас, и что Аллаха достаточно для нас. Он наш хранитель. Единственное, что мы должны делать, уповать на Него и вверять Ему наши дела. Это прекрасно, когда верующий украшает себя столь великим доверием к Всевышнему Аллаху, и когда Он честен и возвращает долги. Молодцы, парни. Мактуб и его друзья Во что мы сегодня будем играть? Правильно будет спросить, будем ли мы вообще сегодня играть? Кажется, Умар и Зияд куда-то собираются уходить. Ясер, мне так нравится твоя сообразительность. Да, мы уходим. Так что сегодня мы не будем играть. А куда вы идёте? Мы пойдём покупать школьные принадлежности. Для вас мы тоже купим то, что нужно, не переживайте. Может, мы тогда пойдём с вами? Нет, Ясер. Мы идём вместе с Мактубом, и не хотим доставлять ему беспокойство. Хорошо. А давайте мы тоже что-нибудь сделаем. А то нам с Юсифом скучно здесь просто сидеть и ничего не делать. У вас есть какие-нибудь идеи? Я прям чувствую, как меня переполняет активность и жизненная сила. Хм, хорошо. Как вы смотрите на то, чтобы навести порядок в саду? Невыносимо видеть его в таком состоянии. Давайте, приведите его в порядок, пока мы не вернёмся. Прекрасная идея, Умар. Давай, Юсуф. Вы с Ясером как следует приберётесь в саду. Умар, идём уже, чтобы не опоздать. Идём. Только как следует уберитесь, друзья. Лучше бы я у вас ничего не просил. Давай, активный ты наш. Как видишь, у нас теперь есть тяжёлая работа, которую мы должны сделать. Юсуф, послушай меня внимательно. Я буду показывать тебе, где именно нужно убраться, и ты будешь там убирать. А ты чем будешь заниматься? Я буду показывать, где и что делать. А как ты смотришь на то, чтобы поменяться ролями? Нет уж. Давай тогда будем чистить вместе. Давай. И больше никогда не проси Умара придумать тебе какое-то дело. Не буду. Я хорошо усвоил этот урок. Спасибо тебе, Мактуб, за то, что согласился в этот раз пойти с нами покупать школьные принадлежности. Тем самым, ты сделал для нас доброе дело, которое мы никогда не забудем. Я хочу узнать, почему вы так настаивали, чтобы я пошёл вместе с вами покупать ваши школьные принадлежности. Каждый раз, когда мы с Умаром вдвоём ходим их покупать, мы тратим много денег на вещи, которые потом не используются. Мы боимся оказаться из числа расточительных. Поэтому в этом году мы решили, что с нами должен пойти кто-то мудрый, кто направит нас к тому, что нам нужно купить, и чтобы мы не купили что-то ненужное. Только в этот раз, Мактуб. А потом, соизволение Аллаха, мы сами будем ходить закупаться, выполняя при этом твои рекомендации. Хорошо. Раз всё обстоит так, я буду ходить с вами каждый раз, пока не стану убеждён лично, что вы не растрачиваете ваши деньги на вещи, которыми не пользуетесь. Да воздаст тебе Аллах благом, Мактуб. Обещаем, что не будем тебя задерживать. Да благословит вас Аллах. Давайте, пошли. Умар, подожди немного. И попроси Мактуба подождать. Что ты делаешь? Ну же, мы задерживаем Мактуба. Давай уже, Зиад. Я уберу то, что мешает людям на дороге, Умар. Терпение. Ты нас задерживаешь из-за ерундового дела. Мактуб обидится на нас. Давай, оставь то, что ты делаешь, и пошли. Нет, не оставлю. Я тебе сказал, оставь. А я сказал, что нет. Не оставлю. Что с вами, дети? Мактуб. Зиад требует, чтобы мы подождали, пока он уберет с дороги эти ветки, чтобы они никому не мешали. И я сказал ему, что ты можешь обидеться. Ведь из-за этого ничтожного дела Зиад может всех нас задержать. Умар, кто тебе сказал, что Зиад делает ничтожное дело? Возможно, это простое дело. Но это простое дело может стать причиной того, что Аллах простит ему грехи. Кроме того, устранение с пути того, что наносит вред людям, одно из ответвлений веры. Как это возможно, Мактуб? Неужели Аллах простит своему рабу только за то, что тот убрал веточку с дороги? Да, Умар. И я расскажу тебе хадис пророка. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, один человек, шедший по дороге, увидел на ней ветку, покрытую колючками, и убрал ее, за что Аллах отблагодарил его и простил ему грехи. Видал Умар, с этого момента ты не должен пренебрежительно относиться к любому благому деянию. Возможно, Аллах даст свое прощение как раз по причине этого простого дела. Молодец, Зиад. Также в этом хадисе есть указание на то, что Аллах воздает своему рабу по размеру своей божественной щедрости и милости, а не по размеру деяния раба. Прости меня, Зиад. Мактуб, приношу свои извинения. Я помогу Зиаду убрать эти ветки с дороги, чтобы вместе с ним получить такую награду. Прекрасно, Умар. А я буду подбадривать вас отсюда. Таким будет мое участие в этом деле. Ясер, у нас получилась гора из мусора. Как мы могли здесь жить, Юсуф? Чувствуешь ли ты то же самое, что и я? А что ты чувствуешь, Ясер? Несмотря на простоту этого дела, когда я увидел наш сад в таком красивом чистом виде, я осознал, что сделал что-то великое. Это мы сделали что-то великое, Ясер. Ты не один здесь убирался. Хорошо, Юсуф. Мы сделали великое дело. Мактуб и его друзья. Да благословит тебя Аллах, Умар. Ты меня сегодня так порадовал. У меня было две радости. Первое, то, что ты меня позвал на этот конкурс, где я увидел, как мой сын хорошо знает свою религию, и вторая радость, что ты занял первое место. Если бы не милость Аллаха и то, что Он направил меня, я бы не оказался на этом конкурсе и не занял бы первое место, Отец. И спасибо тебе за то, что ты проехал со мной все это расстояние, чтобы я попал на конкурс. Пожалуйста, сын. Хвала Аллаху, который достойно тебя вырастил. Отец, да удлинит Аллах твою жизнь в поклонении Ему. Эх, твои брати ждут тебя. Я рассказал им, что произошло. Сейчас они готовят себе сюрприз. Я люблю сюрпризы, Отец. Давай поедем немного быстрее. Не переживай. Сюрприз будет нас ждать. Как бы поздно мы не приехали. Я видел, что ты искал эти часы, и я купил их тебе, брат. Я ждал, когда ты получишь первое место, чтобы дать их тебе. А если бы я занял последнее место? Я бы тоже тебе их дал. В любом случае, я их купил. Спасибо, Юсуф. Вот, возьми, пожалуйста. Новая рубашка? Ты имеешь что-то против моего подарка? Конечно же нет. Возьми, Умар. Что это, Зейна? Телефон, который я хотел купить, но он был слишком дорогой? Для моего младшего брата ничего не жалко. А мы с твоим отцом решили, наш подарок будет состоять в том, что мы повезем вас всех на неделю в развлекательную поездку. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Умар, ты покажешь нам свой диплом? Хорошо. Он был где-то здесь. Наверное, ты забыл его в машине. Возможно. Пойду принесу его. Подожди, я с тобой. Где мой диплом? Где мой диплом? Умар, мы уже несколько раз всё перепроверили. Никаких следов. Ты уверен, что привёз сюда свой диплом? Конечно. Он был у меня в руках, когда я ехал в машине и разговаривал с отцом. Может, он у тебя упал, когда ты вышел из машины? Да. Но на улице его тоже нет. Видимо, ветер его куда-то унёс. Не расстраивайся, Умар. Мы его найдём. Ну что, Юсеф, вы нашли его? Нет, к сожалению. Долго искали, но не нашли. Сегодня Умар выходил из комнаты только на намаз, а потом снова возвращался в комнату. Мы должны его как-нибудь утешить. Я несколько раз пытался с ним поговорить, но он не хочет. Даже Сара пыталась поднять ему настроение своими шутками, а он выгнал её из комнаты. Говорит, что хочет побыть один. Отец тоже пытался его утешить. Предложил ему выйти погулять, а он сказал, что слишком устал и не хочет гулять. В итоге мы решили позвонить Мактубу, чтобы он вмешался, и сейчас он в его комнате. Хорошо, я пойду к ним и не уйду из его комнаты, пока не поговорю с ним. Мактуб, почему ты разрешил ей войти? Она настаивала, Умар. Я хочу посоветоваться с тобой, Умар, поскольку ты занял первое место на конкурсе «Маленький учёный». Если бы моя подруга одолжила мне платье и сказала, чтобы я пользовалась им, как пожелаю, но она может в любое время прийти и забрать его у меня. Итак, когда она заберёт его у меня, должна ли я расстраиваться из-за этого? Конечно же нет. Хорошо, почему же тогда ты печалишься из-за того, что Аллах забрал у тебя то, что до этого дал? Правильно говоришь, Зейна. Что ты там мучишь, Мактуб? Мне стало смешно, потому что эта ситуация напомнила мне историю женщины, которая поучала учёного. Чего же ты ждёшь? Ну же, расскажи нам эту историю. Хорошо. Имам Малик привёл в своём сборнике Аль-Муватта от Яхи ибн Саада, от Аль-Касима ибн Мухаммада, который сказал, «Моя жена умерла, и ко мне пришёл Мухаммад ибн Кааб, чтобы выразить соболезнование». И сказал, «Среди Бану Исраиль был один человек. Он был факихом, знающим, много поклоняющимся и усердствующим на пути религии человеком. У него была жена, которой он восхищался и которую любил. Она умерла, и он стал сильно горевать по ней и печалиться. До такой степени, что постоянно пребывал дома в одиночестве. Он закрылся от людей, и никто к нему не входил. Одна женщина услышала о нём, пришла к его дому и сказала, «У меня к нему дело, и я хочу услышать его фатву по такому-то вопросу, и я не могу обойтись без того, чтобы поговорить с ним лично». Люди ушли, а она осталась у его двери и сказала, что обязательно должна поговорить с ним. Ему сообщили, что у его дома женщина, которая хочет получить твою фатву. Поговорив с тобой, люди разошлись, а она так и стоит у дверей. Он сказал, «Разрешите ей войти». Она зашла и сказала, «Я хочу спросить твоё мнение по одному вопросу». Он спросил, «Что это за вопрос?» Она сказала, «Я взяла у соседки поносить её украшение. Я носила его какое-то время. А потом они прислали за ним, должна ли я отдать это украшение?» Он сказал, «Да, клянусь Аллахом». Женщина сказала, «Но оно пробыло у меня долгое время». Он ответил, «Тогда ты тем более должна его отдать, ведь они одолжили его тебе на долгое время». Она сказала ему, «Да помилует тебя Аллах. Ты печалишься из-за того, что Аллах одолжил тебе что-то, а потом забрал, хотя у него больше прав на это, чем у тебя». В этот момент тот человек понял, в каком положении находился, и Аллах даровал ему пользу посредством слов той женщины. Аллаху принадлежит то, что он дарует и что забирает. В этой истории также есть другая ценность и достоинство. Понимание и знания могут быть как у мужчин, так и у женщин. И нет ничего плохого, если женщина будет просвещать и обучать людей, если она в безопасности от их зла и не впадает в то, что запретил Аллах. Молодец, Умар! Умар, иди сюда! Я нашел твой диплом, сынок! Что? Подождите меня! Не оставляйте меня одного! Я не люблю оставаться один! Поиграем вместе, Мактуб? О, нет! Мактуб и его друзья Я буду участвовать в написании статьи для этого журнала. А ты? Сам журнал меня не прельщает, Сара. Но гораздо более увлекательно будет увидеть мое имя рядом с моей работой. Поэтому, конечно же, я буду участвовать. Ха-ха! Хорошо! Пошли к учительнице Софи! А зачем идти к ней сейчас? Сначала закончим писать статью, а потом уже пойдем к учительнице Софи. Сначала мы должны сказать ей, о ком именно мы собираемся писать. Зачем? Видимо, они не хотят, чтобы темы повторялись и сделали этот пункт необходимым условием перед тем, как ученицы будут публиковать свои работы в этом журнале. Я напишу статью о госпоже Марьям. В этом тебя опередила твоя одноклассница, Рабаб. Думаю, все мои одноклассницы уже были здесь и расхватали все имена. Нет. Все не настолько плохо, Ясмин. Осталось одно имя. Какое? Что вы скажете о том, чтобы написать статью про Асию бинт Музахим? А кто это? Ясмин. Это жена фараона. Да. Хорошо. Я не располагаю информацию об этой женщине, так что, видимо, нам понадобится помощь одной важной персоны. Конечно же, Сара, ты знаешь, о ком я говорю. Мактуб всегда в ожидании тех, кому он может помочь. Давай, Мактуб, мы обещаем, что будем хорошо с тобой обращаться. Расскажи нам историю Асии бинт Музахим, жены фараона. Хорошо. Я расскажу вам. И это одна из прекрасных историй. Достаточно хотя бы того, что она повествует о праведной верующей женщине, которая показала нам пример веры и решительности. Вы будете внимательно слушать? Конечно, Мактуб, рассказывай. Впервые Асия встретилась с Муссой, когда увидела его младенцем в маленьком сундуке. Когда она взглянула на Муссу, она сильно его полюбила. Он для нее стал как сын. Несмотря на то, что фараон хотел его убить, она не допустила этого и сказала ему, «Он, услада очей, для меня и тебя». Фараон сказал, «Для тебя может быть, но мне это не нужно». Затем Асия начала поиски кормилица для Муссы, но он отказывался от всех кормилиц, пока не пришла его мать, и он принял ее. Когда Мусса начал свой призыв к Аллаху, он должен был вступить в противостояние с фараоном со всей его силой и мощью, и в конце концов они решили провести поединок с колдовством. Жена фараона попросила Аллаха, чтобы он помог Муссе в его противостоянии с фараоном. Она печалилась и переживала за Муссу. Когда фараон узнал, что она приняла ислам, он начал ее пытать, чтобы она отказалась от ислама. Но она не послушала его, и он продолжил истязать ее, пока Асия не попросила Аллаха построить ей дворец в раю. И прежде чем испустить последний вздох, она увидела свой дворец в раю, после чего скончалась. По причине своего достоинства и терпения она считается одной из лучших женщин рая, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, лучшие женщины-обитатели рая это Хадиджа бинт Хувейлид, Фатма бинт Мухаммад, Асия бинт Музахим, жена фараона, и Мариям, дочь Имрана. Да будет доволен Аллах ими всеми. Прекрасная история великой личности! Ну что, скажите мне, какую пользу вы получили из этой истории? Мы увидели в жене фараона стойкость и твердость в вере перед искушениями этого мира. Я увидела в ней смелость и настойчивость в выражении своей веры и Акады. И главный урок, который мы получаем из этой истории, что вечные, отсроченные наслаждения лучше, чем мимолетные наслаждения в этой дуне. Все, что у нашего Господа, лучше и долговечней. А теперь идите и напишите о ней красивую статью. Спасибо тебе, Мактуб! Мактуб и его друзья Смотри, Юсуф! Говорят, это дворцы одного из богатейших людей в мире. Поразительное зрелище! Какая красота! Но в раю будет нечто лучше и больше. Все эти дворцы ничего не будут стоить в раю. Да нет! В раю должны быть именно такие дворцы. Невозможно, чтобы было что-то более прекрасное, чем они. Нет, Ясер, там будут не такие дворцы, как здесь. Напротив, в раю есть то, что еще прекраснее и гораздо лучше этого. Эти дворцы были сделаны человеком. Посмотри на них. Ты был поражен, когда их увидел. Так какими же будут дворцы, которые создал наш Творец? Пойми это уже, Ясер, и думай, как следует, прежде чем что-то сказать. Нет, Юсуф, там будут такие же дворцы, как эти. Хорошо, там будут такие же дворцы, но они достанутся тем, кто будет на нижайших степенях рая, друг мой. И их будет в несколько раз больше. В несколько раз больше на нижайших степенях рая? Что ты такое говоришь? Да. И эти дворцы будут многократно лучше и больше для тех, кто окажется на нижайших степенях рая. Сейчас ты убедился в этом? Объясни более подробно. Я имею в виду, что люди, которые окажутся на нижайших степенях рая, получат во много раз больше, чем владения царей этого мира. В раю есть степени, и люди на самой низкой степени будут владеть дворцами, похожими на дворцы царей этого мира. Но этих дворцов у них будет во много раз больше. Люди на нижайших степенях рая получат в несколько раз больше таких дворцов? Реально, ты шутишь. Во-первых, я с такими вещами не шучу. Во-вторых, я сказал, что они получат многократно больше. И, возможно, я еще приуменьшил их награду. А тех, у кого будут более высокие степени, Аллах наделит в раю тем, что еще не видела ни одно око, не слышала об этом ухо, и не представлялось это сердцу человека. Хорошо. Но какой у тебя Далиль? Я не помню Далиль. Но Мактуб рассказал мне об этом однажды. Я не думаю, что Мактуб мог тебе это сказать. Не надо со мной спорить. Я знаю, что каждый раз, как мы с тобой спорим по какому-то вопросу, мы ссоримся. А сегодня я не хочу ссориться. Чтобы закончить этот вопрос, что ты скажешь о том, чтобы пойти к Мактубу? Он разрешит наш спор, а ты убедишься в истинности моих слов. Согласен. Но ты подумай, как следует, прежде чем пойти к Мактубу. Тебе будет стыдно, когда он скажет, что ты ошибся в своих словах. Ясер, это не мои слова. Это слова из истории пророков, которые рассказывал мне Мактуб. Кроме того, это тебе будет стыдно за то, что ты так упрямился без знаний. Думаю, нам надо идти прямо сейчас, иначе мы рассоримся. Хорошо, пошли. Юсуф по большей части прав, Ясер. Мактуб. Но он говорит, что у людей на нижайших степенях рая будет в несколько раз больше дворцов и других благ, чем у царей в этом мире. Да. Хорошо. Но если таково воздаяние людей на нижайших степенях рая, то что же тогда Аллах подготовит для тех, кто выше их по степени? Аллах сделал для них то, что не видело ока, и что еще не представляло сердцу человека. О, Аллах! Но чтобы я убедился в том, что вы мне рассказали, можешь привести мне, Далиль? Хорошо. От Аль-Мухиры и Бен-Шорбы «Да будет доволен им Аллах» передается, что посланник Аллаха «Да благословит его Аллах и приветствует» сказал «Однажды Муса, мир ему, спросил своего Господа о человеке из обитателей рая, который будет занимать самое низкое положение». Он ответил «Им будет человек, который придет уже после того, как все остальные обитатели рая будут введены в рай». И ему будет сказано «Войди в рай». Он скажет «Господь мой, как же я войду, когда все люди уже заняли свои места и получили то, что им было уготовано». И ему будет сказано «Удовлетворишься ли ты тем, что будет у тебя царство, подобное царству одного из царей земли». А он скажет «Я буду доволен, о Господь мой». Тогда Аллах скажет «Даруется тебе это и еще столько же, и еще столько же, и еще столько же, и еще столько же». И на пятый раз этот человек воскликнет «Я доволен, Господи». И Аллах скажет «Даруется тебе это и еще десять раз столько, и даруется тебе то, чего желала твоя душа, и что радовала глаз твой. И этот человек скажет, «Я доволен, Господь мой». Далее Муса спросил, «Господь мой, а кто же из них займет самое высокое положение?» Он ответил, «Ими будут те, которых я пожелаю избрать, и окажу им почет своей собственной рукой. И я скрыла это ото всех, и не видела этого ока, и не слышала об этом ухо, и не представлялось это сердцу человека». О, Аллах, действительно в раю нет границ, и в нем то, чего жаждут души, а все эти мирские владения приходящие, и ничего не стоят в сравнении с наслаждениями в раю. Также мы заметили, что в раю есть степени, в которых люди будут превосходить друг друга. Каждый получит зависимость от своей степени, и Аллах взял на себя степень и почет тем людям, которые окажутся на высших степенях. «Ну что, Ясер, ты все еще хочешь получить в раю дворцы, как у царей этого мира, или те дворцы, которые ты рассматривал у себя в телефоне?» «Нет, я не хочу дворцы, подобные дворцам в этой дуне. Я хочу больше этого, Юсуф. Ведь в раю будет то, что не видела ока, не слышала ухо, и что не представляло сердце человека». «Ну наконец-то!» «Мактуб и его друзья» «Знаешь, Мактуб, Умар вчера приехал». «Хвала Аллаху, что он благополучно вернулся». «Что ты думаешь о том, чтобы навестить его сегодня?» «Ммм, но нам же нужно что-нибудь подарить ему по случаю его возвращения после долгого отсутствия». «Хорошая идея. Я куплю ему подарок». «А моим подарком будет то, что я ему расскажу интересную историю». «Прекрасно. Может, пойдем к нему прямо сейчас? Что скажешь?» «Я недавно ему звонил, и он сказал, что очень хочет нас увидеть, потому что соскучился». «Хорошо, пошли». «Зиад, спасибо тебе за подарок». «Пожалуйста, друг мой». «Умар, ты не спросишь о моем подарке тебе?» «То, что ты пришел ко мне, Мактуб, это уже само по себе подарок». «Мне аж неловко стало от твоей вежливости, но в любом случае я подготовил тебе подарок». «И что это за подарок, Мактуб?» «Новая история, которую ты не слышал раньше». «Прекрасно. Расскажи мне ее, Мактуб, а то я уже соскучился по твоим историям». «Хорошо. От Сухейба, да помилует его Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, был среди живших до вас один царь, у которого был колдун. Состарившись, он сказал царю, поистине, я уже стар. Пришли же ко мне какого-нибудь юношу, чтобы я обучил его колдовству. И тот отправил к нему одного юношу, чтобы он учил его. По пути юноши встретился монах. Он сел рядом с ним, послушал, что он говорит, и это ему понравилось. И с тех пор, каждый раз, как юноша направлялся к колдуну, он проходил мимо этого монаха, задерживаясь, чтобы посидеть с ним. И когда он приходил к колдуну, тот бил его. Юноша жаловался на это монаху. И он сказал, «Если ты будешь бояться колдуна, говори, меня задержали дома. А если будешь бояться своих близких, то говори, меня задержал колдун». И вот однажды юноша неожиданно столкнулся с огромным зверем, который не давал людям свободно ходить по дороге. И сказал, «Сегодня я узнаю, кто лучше, колдун или монах». После этого он схватил камень и воскликнул, «О Аллах, если дело монаха, ты любишь больше дело колдуна, то убей этого зверя, чтобы люди могли ходить свободно». И он бросил камень в зверя и убил его, а люди получили возможность ходить по этой дороге. Затем юноша пришел к монаху и рассказал ему обо всем. Монах сказал, «Сынок, сегодня ты уже превзошел меня, ибо я вижу, чего ты достиг, и поистине тебя ждут испытания. Но когда ты подвергнешься им, не указывай на меня». И после этого юноша стал исцелять слепых и прокаженных, излечивая людей также и от других недугов. О нем услышал один из приближенных царя, который ослеп. Он явился к нему с многочисленными дарами и сказал, «Все это будет твоим, если ты исцелишь меня». Юноша сказал, «Поистине, я никого не исцеляю, исцеляет только Всевышний Аллах. И если ты уверуешь в Аллаха, я обращусь к нему с мольбой, и он исцелит тебя». И он уверовал во Всевышнего Аллаха, и Аллах исцелил его. А потом он явился к царю и, как обычно, сел перед ним. Царь спросил его, «Кто вернул тебе зрение?» Он ответил, «Мой Господь». Царь спросил, «Разве у тебя есть Господь, кроме меня?» Он сказал, «Мой Господь и твой Господь, Аллах». Тогда царь велел схватить его, после чего подвергал мучениям. До тех пор, пока тот не указал на этого юношу, и его привели к царю. Царь сказал, «Сынок, дошло до меня, что ты достиг в своем колдовстве таких высот, что можешь исцелять слепых и прокаженных, и делать многое другое». Юноша сказал, «Поистине, я никого не исцеляю, исцеляет только Аллах». Тогда царь велел схватить его, после чего подвергал мучениям до тех пор, пока тот не указал на монаха. Затем к нему привели этого монаха, которому предложили «Отрекись от своей религии». Но тот отказался. Тогда царь велел принести пилу. Ее приставили к середине головы монаха и распилили ее так, что одна половина упала на землю. После этого к царю привели его приближенного, которому также было предложено «Отрекись от своей религии». Но и он отказался. Тогда он приставил пилу к середине его головы и пилил ее, пока одна половина не упала на землю. После этого к царю привели юношу, и ему также было предложено «Отрекись от своей религии». Но и он отказался. Тогда царь отдал его своим слугам и сказал «Отведите его к такой-то горе и поднимитесь с ним наверх, а когда достигнете вершины, отпустите его, если он отречется от своей религии. А если нет, то сбросьте его вниз». Они отвели его туда и поднялись на гору, где он воскликнул «О Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь». И тогда гора пришла в движение. Они скатились вниз, а юноша снова явился к царю. Царь спросил «А что же случилось с теми, кто был с тобой?». Юноша сказал «Аллах избавил меня от них». Тогда царь отдал его другим своим слугам и сказал «Отведите его к морю, посадите на корабль и отвезите на середину моря, и если он отречется от своей религии, то отпустите его, а если нет, бросьте в воду». И они доставили его, куда им было велено. Юноша сказал «О Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь». После чего корабль перевернулся, и слуги царя утонули, а юноша снова пришел к царю. Царь спросил «А что же случилось с теми, кто был с тобой?». Юноша ответил «Аллах избавил меня от них». А потом сказал царю «Поистине, ты не сможешь убить меня, пока не сделаешь того, что я тебе велю». Царь спросил «Что же это?». Юноша ответил «Собери людей на одной возвышенности и привяжи меня к стволу пальмы. Потом возьми стрелу из моего колчана, положи ее на середину лука и скажи «С именем Аллаха, Господа этого юноши!». А потом стреляй, и поистине, ты сможешь убить меня лишь в том случае, если сделаешь это». И царь собрал людей на одной возвышенности, привязал юношу к стволу пальмы, достал стрелу из его колчана, положил ее на середину лука и сказал «С именем Аллаха, Господа этого юноши!» и пустил стрелу, поразившую юношу, в висок. Он схватился рукой за свой висок и умер. И тогда люди сказали «Мы уверовали в Господа этого юноши!». После этого к царю пришли его приближенные, которые сказали ему «Что скажешь ты о том, чего остерегался?» «Клянемся Аллахом, с тобой случилось то, чего ты опасался!» Люди уверовали. Тогда царь велел вырыть рвы у городских ворот, и их вырыли, и разожгли в них огонь. А потом царь сказал «Бросайте в огонь каждого, кто не отречется от своей религии!» Или же такому человеку говорили «Бросайся!» Слуги начали выполнять его повеление. И вот к огню подошла женщина со своим маленьким сыном. Она остановилась перед огнем, не желая оказаться там. Тогда мальчик сказал ей «Матушка, терпи, ибо поистине ты придерживаешься истины». Это прекрасная история, Мактуб. Хорошо. Ну же, расскажите мне, какую пользу вы извлекли из этой истории? Это великий хадис, рассказывающий о предыдущих общинах. И пророк, саляллаху алейхи вассалям, поведал его нам, чтобы в нем было назидание для нас, и чтобы мы понимали, что верующий человек непременно должен быть испытан в этом мире, и он обязан проявлять терпение. Он может быть испытан болезнью, бедностью, врагами или чем-то другим, и обязательным для него является терпение в подчинении Аллаху. Также этот хадис указывает на важность дуа. Тот юноша обращался к Аллаху с убежденностью, и Аллах отвечал на его дуа. А его смерть стала причиной того, что его народ последовал прямому пути. Молодцы! А сейчас скажи мне, Умар, что ты думаешь о моем подарке? Это прекрасный подарок, друг. Мактуб и его друзья Почему ты с таким изумлением стоишь и смотришь на волка? Он напоминает мне историю о волке, который разговаривал с пастухом. Сара, животные не разговаривают с людьми. Знаю, но бывают исключения, которые представляют собой чудеса, происходившие в прошлом, вести о которых дошли до нас. И одно такое исключение – это волк, который разговаривал с пастухом? Да, я слышала эту историю от Мактуба. Почему ты это делаешь, Сара? Что делаю? Пытаешься исказить мое хорошее мнение о Мактубе, чтобы самой ходить в библиотеку, и чтобы он тебе одной читал истории. Как же я искажаю твое представление? Хм, сначала ты говоришь, что он рассказывал тебе нечто, что просто не могло случиться. Так я начну думать, что он тебе солгал, и больше не буду к нему ходить и слушать его истории. Ясмин, ты знаешь, что с пророком Аллаха Сулейманом разговаривал Удод? И об этом упомянуто в Коране. Учительница в школе рассказывала нам историю Удода с пророком Сулейманом. И ты ее прекрасно знаешь. Почему же ты удивляешься сейчас, когда я говорю тебе, что был волк, который разговаривал с пастухом овец? Раз уж ты упомянула пророка Аллаха Сулеймана, то у каждого пророка было свое чудо. А пастух – это простой человек. Как с ним может говорить волк? Вместо того, чтобы терять время на споры, почему бы нам не пойти к Мактубу, чтобы он сам рассказал нам эту историю. «Согласна. Пошли. Если ты солгала, мы больше не будем дружить». «Не бросай мне вызов, сумасбродка». «Буду, чтобы ты меня больше не обманывала». «Послушайте меня. Это место не для препирательства, а для чтения и ознакомления». «Мактуб, она мне не верит. Это она обманывает меня, Мактуб». «Расскажите мне, в чем проблема?» «Она говорит, что был такой волк, который разговаривал с пастухом. Это правда?» «Да, это правда». «И не только волка, но и корову тоже Аллах наделил даром речи». «Видала? Я тебя не обманула». «Ой, неудобно. Как-то получилось. Ты, Мактуб, уверен в своих словах?» «Да, уверен, так же, как в том, что ты сейчас сидишь передо мной. Тебе стыдно, и ты хочешь любым способом сбежать от этого неловкого положения». «Пожалуйста, помолчи, Мактуб. Это невыносимо». «Мактуб, ты сможешь рассказать эту историю?» «Рассказать эту историю и тебе, Ясмин». «Раз Сара попросила тебя, расскажи историю. И не спрашивай меня». «Хорошо, я расскажу эту историю. Но сначала вы должны улыбнуться друг другу настоящей, искренней улыбкой. Пожалуйста». «Хорошо, давайте начнем». Абу Гурейра, да будет доволен им Аллах, сказал, что однажды, совершив утреннюю молитву, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повернулся к людям и сказал. Как-то раз, когда один человек гнал корову, он сел на нее верхом и ударил. Она сказала, мы были созданы не для этого, мы были созданы для пахоты. Тогда люди сказали, удивившись, «Причисто Аллах, корова разговаривает». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я верю в это». И Абу Бакар с Умаром тоже верят, хотя ни один из них там не находился. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Однажды, когда пастух был со своими овцами, на них напал волк и схватил овцу. Человек погнался за ним, а когда он забрал у него свою овцу, волк сказал, «Ты спас ее от меня, но кто спасет ее в тот день, когда появятся дикие звери, и не будет для них иного пастуха, кроме меня». Люди сказали, удивившись, «Причисто Аллах, волк разговаривает». А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я верю в это». И Абу Бакар с Умаром тоже верят, хотя ни один из них там не находился. А сейчас скажите мне, что вы для себя взяли из этой истории? Я увидела величие Аллаха, свят он и велик, в том, как он заставил говорить животных. Он способен на то, чтобы они обрели дар речи, так же, как он сотворил их после того, как они были ничем. Помимо этого, я увидела, какое достойное положение Абу Бакар и Умар занимали перед посланником Аллаха. А я поняла из этой истории, что каждое творение было создано ради чего-то, что оно хорошо умеет делать. Мне стало это ясно, когда корова сказала, «Мы были сотворены для пахоты». Также я поняла, что Аллах обеспечивает каждое свое творение уделом. Молодцы! И ты молодец, Мактуб! Настанет день, когда мы справимся с тобой так же, как волк справится с овцами. И мы напишем на твоей обложке «Прощай, Мактуб!» Хватит! Замолчи уже! Этим вы мне отплатите в конечном итоге! Я рассказываю вам историю, а вы хотите написать на моей обложке «Прощай, Мактуб?» А ну-ка, быстро выходите из моего дома! Хорошо! Если тебе не нравится слово «Прощай», мы напишем на тебе «Верный, покинувший нас, Мактуб!» Выходите уже! Друг, тебе нравится копилка? Очень эффектная вещь! Хорошо! Может, возьмешь ее себе? У меня есть еще несколько таких. Да нет, друг! Получится, что ты мне ее отдал, потому что тебе стало неловко, когда ты заметил, что она мне понравилась. Нет, я ее не возьму! Я же говорю, у меня есть еще несколько копилок такого же вида и размера. Не стесняйся, Юсуф! Пожалуйста, возьми ее! Да нет же, Ясер! Я ее не возьму! Если ты настаиваешь, я куплю ее у тебя! Хорошо, я согласен! Купи ее, Юсуф! Ладно, возьми деньги! Теперь ты моя собственность! Ты можешь класть в нее столько денег, сколько сможешь, чтобы мы смогли купить достаточно новой одежды и раздать ее в месяц Рамадан бедным и нуждающимся! Конечно! Соизволение Аллаха, я накоплю в ней достаточную сумму денег! Поздно уже! Пойду домой! Встретимся завтра, друг мой, у Мактуба! Да хранит тебя Аллах, Юсуф! Хм... Наверное, Ясер забыл деньги внутри! Завтра, соизволение Аллаха, когда я встречусь с ним у Мактуба, я ему их верну! А сейчас нужно как следует поспать! Пожалуйста, потише! Я говорю тебе, что это твои деньги! Я нашел их в твоей копилке! До того, как сам положил туда деньги! А я тебе сказал, что продал тебе копилку! И деньги, которые ты в ней нашел, это уже твое имущество! Сейчас ты в этом убедился? Как это может быть моим имуществом, когда оно твое? Я купил только копилку, но не покупал то, что внутри! Абсолютно неверно говоришь! Ты купил всю копилку, и это значит, что копилка и то, что внутри, все это твое! Ты хочешь, чтобы я взял имущество, которое мне не принадлежит? Нет! Это ты, поступая так, хочешь, чтобы я взял деньги, на которые не имею права! Пожалуйста! Давайте уже разрешим эту проблему! Очевидно, мы сейчас оказались перед кризисом, связанным с копилкой! Послушайте меня внимательно! Юсуф купил копилку у Ясера, после чего обнаружил в ней деньги! Он хочет вернуть их! Но ты, Ясер, отказываешься, потому что копилка теперь принадлежит ему! Он купил ее у тебя, и ты считаешь, что имущество, которое в ней, становится его имуществом! Хорошо! Можете ли вы мне сказать, на что вы собирались потратить эти деньги? Мы хотели купить новую одежду и раздать ее в качестве милостыни в Рамадане, бедным и нуждающимся! Хорошо! Вот и решение проблемы! Раздайте эти деньги, как садако! И на этом вопрос закроется, и ваш спор закончится! Прекрасное, простое решение, и как мы до него не додумались! Я согласен! Я тоже согласен! Вы меня утомили и напомнили об истории кувшина с золотом! Почему вы так на меня смотрите? Ммм, хотите, чтобы я вам рассказал эту историю? Да ни за что! Достаточно того, что я вас примирил! Не хочу больше ничего делать! Ну ладно, расскажу! Давай! От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал... Как-то раз один человек купил у другого поместья землю с тем, что на ней. А потом тот купил его, нашел там кувшин с золотом и сказал продавшему... Возьми у меня свое золото, ведь я покупал у тебя только землю и не покупал золото. Прежний владелец этой земли сказал... Я продал тебе землю совсем тем, что в ней было. После чего они обратились на суд к одному человеку, который спросил... Есть ли у вас дети? Один из них сказал... У меня есть сын. Другой же сказал... У меня есть дочь. Тогда этот человек сказал... Выдайте девушку замуж за юношу и расходуйте из него, то есть из этого кувшина, деньги на них и давайте милостыню. Скажите мне сейчас, чему вы научились из этой истории? Обращает на себя внимание нетребовательность и довольство малым, которое проявилось у первого человека, а также понятие добродетели и честности, которые проявились у второго. А я обратил внимание на решение, которое вынес третий человек, судья. И в этом решении явно видно его правильное понимание и суждение, так что очень сложно решить, кто из этих троих был лучше. Молодцы! Теперь уходите, а я пойду принимать лекарства от головной боли. А почему у тебя болит голова, Мактуб? Потому что два маленьких мальчика ссорились из-за копилки. Ха-ха-ха-ха. Мактуб и его друзья Отец, скоро мы уже поедем домой. Да, сын. Мало осталось. Ты что, устал от поездки? Она была очень утомительной. Вспомни, что это ты настаивал поехать со мной. Я не знал, что дорога будет настолько длинной и изматывающей. Знаешь, отец, если бы у меня был друг, который живет в том же селе, что и дядя Хиляль, я бы даже и не думал его навещать. Почему? Разве ты не хочешь, чтобы Всевышний Аллах полюбил тебя? А что, Аллах любит своих рабов за то, что те навещают своих друзей? Умар. Аллах любит рабов, которые любят друг друга ради Него. Как это, отец? Объясни мне. Объясню. Но сначала скажи мне, будешь ли ты в следующий раз уговаривать меня взять тебя с собой, а потом жаловаться, как тебя утомила поездка? Умар. Умар. Ох, видимо, мне придется отнести тебя до дома. Как я здесь оказался? Как ты здесь оказался или я? Я говорю о себе, Мактуб. Последнее, что я помню, как я разговаривал с отцом в машине, когда мы возвращались от дяди Хиляля. Видимо, ты заснул. Ему было сложно тебя разбудить, и он сам отнес тебя в комнату. Но он не ответил на мой вопрос. Пойду к нему, чтобы он дал мне ответ. Твой отец уже ушел на работу, друг мой. Спроси меня. Отец сказал, что Аллах любит своих рабов, которые любят друг друга ради Него. Но он не привел мне никакого доказательства из Корана или Сунны. Хорошо. Я приведу тебе это доказательство, а потом ты подготовишься, и мы вместе пойдем навещать Хишама, потому что каждый раз, когда я предлагаю тебе пойти к нему, ты ленишься и откладываешь визит под предлогом того, что больница находится далеко. Но так поступать нельзя. Он наш друг, и он болеет. Нам необходимо его навестить. Хорошо. Расскажи мне, Мактуб. И я обещаю, что навещу его сегодня, соизволение Аллаха, сразу же после того, как ты закончишь свой рассказ. От Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, как-то раз один человек отправился в путь, чтобы навестить своего брата, жившего в другом селении. А Аллах повелел ангелу поджидать его на той дороге, по которой он шел. Когда этот человек приблизился к нему, ангел спросил, куда ты идешь? Тот ответил, я хочу навестить своего брата, живущего в этом селении. Ангел спросил, может быть, ты оказал ему какое-нибудь благодеяние, и теперь стремишься получить благодаря этому пользу? Этот человек ответил, нет, поистине, я просто люблю его ради Всевышнего Аллаха. Ангел сказал, я же поистине послан к тебе Аллахом, чтобы сказать, что Аллах полюбил тебя так же, как ты полюбил этого человека ради Аллаха. О, Аллах! Неужели любовь ради Аллаха до такой степени приводит к тому, что Аллах начинает любить своих рабов? Это значит, что он любит тебя и меня, Мактуб, потому что мы два друга, которые любят друг друга ради него. Соизволение Аллаха! Мы на самом деле окажемся из тех, кого милостивый Аллах полюбил. Что ты делаешь, Ума? Мне нужно быстрее переодеться, чтобы навестить Хишама прямо сейчас. Это срочный визит. Его уже нельзя больше откладывать. Мы любим его ради Аллаха, должны справляться о его делах и не затягивать с этим. Да благословит тебя Аллах, Умар! Мактуб и его друзья Двадцатая серия Брат, как думаешь, может, поднимемся по лестнице? Юсуф, мы что, пойдем на девятый этаж пешком? Да, будем считать это спортом, для укрепления мышц и костей. Даже не думай об этом, Юсуф. Что случилось? Видимо, какая-то неисправность лифта. Может, электричество выключилось? Что же теперь делать, Зейна? Я же вам говорил, чтобы мы пошли по лестнице. Я боюсь лифтов. Позвоню отцу. Почему ты не звонишь? Сеть не ловит. Друзья, у нас нет другого выбора, кроме как делать дуа. О, Аллах! Я одолжил денег Му'мину, и когда он не смог расплатиться, я простил ему долг, стремясь к твоему благородному лику. Господи, избавь нас от того положения, в котором мы оказались. Господи, я слушаю своих родителей, держу себя в руках, чтобы сделать их счастливыми и довольными мной. И все это и стремление к твоему лику. О, Аллах! Избавь нас от нашей печали. О, наищедрейший из щедрых. О, Аллах! Я соблюдаю мои намазы, выполняю сунны, даже когда очень устал. И все это и стремление к твоему благородному лику. О, Господь, помоги мне. Видимо, лифт сломался. Один из наших гостей пытался вызвать лифт и увидел, что он завис на уровне четвертого этажа. Хорошо. Я сейчас же позвоню специалисту по техобслуживанию. Давай быстрее. Лифт начал двигаться. Хвала Аллаху! Хвала Аллаху, который ответил на наши дуа. Ребята, приносим свои извинения за эту неисправность. Хвала Аллаху, вы в порядке. Да хранит вас Аллах. Да воздаст вам Аллах благом. Что ты делаешь, Юсеф? Отец, я не останусь в этом отеле после того, что случилось. Подождем Сару и маму и уедем отсюда. Сынок, но это была чрезвычайная ситуация. Она может произойти где угодно. Прошу тебя, отец, давай вернемся домой. У нас простой дом, в нем нет лифта. Юсеф, но мы еще не завершили наше путешествие. Но я боюсь, что это может повториться. Не волнуйся. Если это повторится, делай дуа Аллаху так же, как вы поступили в этот раз. И то, что вы сделали, Юсеф, напоминает мне историю о троих людях, которым завалило выход из пещеры. А кто эти трое, отец? О, это старая история. Если бы Мактуб был здесь, я бы попросил его рассказать ее. Но его здесь нет. Может, ты ее нам расскажешь? Хорошо, сын, расскажу. Аль-Бухария и Муслим привели хадис от Абдуллаха ибн Умара ибн-Хаттаба. Да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал, что слышал, как посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, говорил, «Трое людей из числа живших до вас отправились в путь и шли до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере. Но когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо закрыл для них выход из нее». Тогда они сказали друг другу, «Поистине от этого камня вас может спасти только обращение к Всевышнему Аллаху с дуа о том, чтобы он избавил вас от камня за ваши благие дела». Один человек сказал, «О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил молоком ни домочадцев, ни рабов до тех пор, пока не приносил молока родителям. Однажды я далеко ушел от дома по одному делу, а когда я вернулся к ним, они уже спали. Я надоил для них молока. Узнав же о том, что они заснули, я не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов до них, а до самого рассвета ждал с кубком в руке их пробуждения, и потом они проснулись и выпили свое вечернее питье. «О Аллах, если я сделал это, стремясь к твоему лику, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня». И после этого камень сдвинулся с места, открыв проход, но не настолько, чтобы они могли выбраться оттуда. Другой человек произнес дуа, в котором упомянул свое благое дело, и камень опять сдвинулся с места, но проход был все еще недостаточно широк, чтобы они могли выбраться. Пророк, алейхи саляту ассалям, сказал, «Третий из них сказал, «О Аллах, поистине однажды я нанял работников и заплатил всем им, кроме одного человека, который оставил то, что ему причиталось, и ушел. Я же использовал его деньги и приумножил их». Через некоторое время он явился ко мне и сказал, «О Раб Аллаха, отдай мне мою плату». Тогда я сказал ему, «Твоей платой являются все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты видишь». Он сказал, «О Раб Аллаха, не насмехайся надо мной». Я сказал, «Поистине я не насмехаюсь над тобой». И он забрал все это и ушел, ничего не оставив. «О Аллах, если я сделал это, стремясь к твоему лику, то избавь нас от положения, в котором мы оказались». И после этого камень сдвинулся настолько, что они смогли выбраться наружу и уйти. «О Аллах, камень постепенно сдвигался из-за их дуа». Да, а сейчас скажите, что вы извлекли из этой истории? Я поняла, Отец, что благочестие к родителям относится к праведным делам, посредством которых приходит избавление от печали. И Всевышний Аллах сказал, «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям». А я понял, что Аллах избавляет от печали целомудренных людей, которые отдаляются от бесстыдства и мерзости. Также честность и улаживание дел других людей играют свою роль в избавлении от печали, которая может подвергнуться человек. И в конечном итоге, Отец, дуа оказывает большое следное изменение жизни верующего к лучшему. Молодцы дети. А сейчас, Юсуф, скажи, мы продолжим наше путешествие? Я не буду эгоистом. Мы продолжим путешествие. А что насчет лифта? Ты будешь ездить в нем с нами? Нет-нет-нет, с этого дня больше никакого лифта. Юсуф, ты неисправима.